Субтитры создавал DimaTorzok Сожаление о прошлом, которое нельзя ни вернуть, ни изменить, ни приносит пользы, а переживание, вызванное страхом перед будущим, приносит лишь вред. В период тревог человек перестает радоваться и лишается удовольствий. Именно поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто просил у Свивычного защиты от беспокойства и грусти. Стало быть, человек должен жить настучными делами сегодняшнего дня, сосредотачивая свои силы и усердия для исправления и улучшения того положения, в котором он находится сегодня. Ведь когда человек собирается духом, то он продолжает и дальше трудиться, что помогает ему отлечься от печали и горя. Необходимо знать, что если Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вызывал с какой-либо мольбой, или же обучил свою общину в какой-либо мольбе, то это значит, что вместе с испрашиванием у Аллаха помощи и защиты, необходимо усердно трудиться для достижения того, о чем человек просит у Всевышнего, а также оставить то, от чего он просит защиты. Это потому, что мольба всегда неразрывно связана с действиями. Следовательно, правоверный прилагает свои усилия над тем, что может принести пользу в его религиозных и мирских делах, и просит своего Господа даровать в них успех и спрашивает у него помощи и поддержки. Доказательством же этому служат слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Стремись к тому, что приносит тебе пользу. Проси помощи у Аллаха и не опускай руки. А если постигнет тебя что-то, не говори, если бы я сделал то-то и то-то, но говори, это предопределено Аллахом, и он сделал, как пожелал. Ибо эти, если, открывают шайтану путь к его делам. Хадис передал муслим. Таким образом, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, наряду с повелением совершать то, что приносит пользу, и спрашивать помощь у Аллаха, не поддаваться слабости, зловредной лени, соповедовал смиренно принимать прошлое и рассматривать происходящее через призму предостановления и предопределения Аллаха. Он, мир ему и благословение Аллаха, также разделил дела на два вида. Первое. Дела, которые находятся в зависимости от человека. Тут человек предпринимает надлежащие меры и за помощью в этом прибегает к своему Господу. Второй вид. Дела, которые никак не зависят от человека. Их правоверный принимается спокойной душой, смиряется со своей участью и покоряется воле Всевышнего. Вне всякого сомнения, соблюдение этого принципа помогает развеять печаль и тревогу, а также обрести радость и удовлетворение. Субтитры создавал DimaTorzok